итак давайте продолжим первый взгляд на персону 5x привет привет всем кто только подошел и давайте посмотрим какие приключения дальше нас ждут что нам игра покажет вперед так мы остановились о том что идем отдыхать потому что тяжелый день у нас пробудилась персона мы научились сражаться увидели путь всякого разного это собственно родное и райончик где где он живет кстати выглядит миленько это новый район само собой в оригинале его не было вот тут можно закупиться всяким разным а не дает играйте сейчас мне нужно идти по сюжету к сожалению еще не дает игра свободно бегать это подождать еще чуть-чуть так а то ребят открыто ура теперь у нас есть от и менюшки ну что ж вот и хата гг да тут мы не живем на чердаке прямо ну реально так в сад сейчас не пускают ну да у нас вот там садик реально очень красиво там какая-то графия хороший телек посмотрите у него даже для пластинок есть белла тут реально клево к сожалению мы ничего не можем сделать поскольку да то наш гг уставший можно сесть скорее всего плойку или свитч мы будем потом покупать сами где-нибудь как в оригинале мы там покупали вторую приставку это что там был старый телек а тут учитывая что у нас новый телек то обязательно купим какую-нибудь современную консоль может sega добавит какую-нибудь свою консоль которая никогда не выйдет но могла бы другой реальности так это комната гг а вот кстати насчет плойки у ребят вот комнаты гг делик а вот и плойка это наверное playstation 5 про наверное господи она похожа на шпал какой-то там зеленый зеленый и не коробки похоже на эту четвертую плойку ладно ладно смотрелись потом посмотрим еще идем по сюжету сначала чтобы открыть побольше уже руха ps2 кстати да и правда в два раза больше доброй ночи океан бархатная комната да вы раньше уже бывали здесь и мы встречались также было сказано в будущем вы еще не раз здесь побываете в реальности однако сейчас вы спите у себя дома я прошу прощения что мы помешали вашему отдыху однако мой хозяин хочет хочет кое-что вам сказать и как ему хаян к киеве не чуков сасет и и тадать так не совет который я хотел бы как можно скорее вам его сказать да совет тут может быть и совет и предупреждения на самом деле это можно и так и так перевести так что вы имеете ввиду сумма и не конча мужчина мир не что-то биомене к карита и ватоши на него куба у канает и крита не прежде всего я бы хотел бы поблагодарить тебя я сказал что хочу снова встретиться с тобой в будущем и ты исполнил мое желание у меня тролли что ли кроме того ты показал мне еще одну возможность у нас еще одна возможность о чем вы говорите как хочешь узнать возможности которые ты показал это жажда жизни в глубине бессознательного осознания это также одно из примитивных желаний это легко забыть так как у каждого свои идеалы применение к этому и твое желание к жизни может привести к тому что кто-то другой помимо тебя пробудет себе возможности дабы вернуть позабытое желание ради на и зря утозрелу кими-то нового коррена тут и мунжан ненден динара жаль конечно что придется расстаться до какого-то время в конце концов в конце всей истории насколько я понимаю вы окажетесь на краю гибели да все таки без текста переводить эти загадочные реплики их довольно сложно ну ладно надеюсь в целом понятно так гибели уничтожение гибели это можно перевести это что за шутки такие что за чушь что за чушь что за чушь то все вот почему я сказал что я хочу дать тебе один совет потому что это связано с другой возможностью о которой я только что говорил то что может зародиться при встрече с другими то может показать желание других людей то есть он намекает нам на то что мы должны социальной связи качать надеюсь ты сможешь мне все это показать как развивает развивается или будет будешь развивать да игорь как всегда так что то я не совсем понял ничего страшного даже если сейчас ты ничего не понимаешь но ребят то что мы ничего не понимаем ну ладно на самом деле мы уже плюс-минус понимаем что он говорит о сущей одинкой разберемся потом если это действительно против гибели уничтожения то тогда когда найди в этом мире людей у которых тоже были разбиты всякие надежды и утрают и утрачены всякие желания и верни Ну, а ты, Меропе, должна помогать ему. Ты понимаешь, о чём я. Отныне я буду вашим гидом. Зовите меня Меропе. Однако, на сегодня, мы закончим здесь. Ну что ж. До следующей встречи, надеюсь. Короче, ну, вроде всё понятно. Вот как тут переключаются дни. Вчера, сегодня, без даты и так далее. Собственно, тем самым у нас будет тут столько времени, сколько потребуется. Никаких ограничений. Ребята, отличное утро. Я бы сказал. Я чувствую, что что-то долбит по моему лбу. Ну, будильник, конечно, необычный. Это как минимум. Доброе утро. Или что-то случилось? Наверное, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Которым хочу попросить вас помочь. Ну да, Солар, в том числе. Когда издаётся этот сигнал, это означает, что тебе пора идти в школу? Ну да, у тебя же есть ещё твой студенческий долг, который ты должен выполнять. Ну что ж, в таком случае я не хочу мешать твоему желанию учиться. Тогда сделаем так. Я подойду тебе в школе во время обеда. Ребята, это вам ничего не напоминает? Там какой-то кот тоже в своё время пришёл в школу. Так, во время обеда. Смысли. Ты что, не знаешь, что означает слово обед? Ну, обед означает, когда ты прерываешься, чтобы отдохнуть от уроков. Разве, неужели люди сегодня уже не используют это слово? Так, секунду. Так, Солена, отвлекли, продолжаем. Мы с тобой же теперь партнёры, поэтому нам стоит узнать друг друга получше. Так, партнёры. Вот насчёт того, что я раньше работал... Давай обсудим всё, когда придёт время обеда. Вчера ты действительно замечательно себя показал. Поэтому я действительно почувствовал возможность тебе. В этом мире, где желание постепенно исчезает... Ты станешь спасителем. Или же тот, кто навлечёт самую большую катастрофу. Хороший выбор, ребят. Ну, как бы то ни было, у меня большие ожидания от тебя. Ребят, спасение или катастрофа? Что ж, похоже, отныне я действительно буду работать вместе с Руферу. Е-е-е, первый Сочи Лвинд, ребят. Отлично. Ну и, само собой, за прокачку Сочи Линка нам дают какие-то плюшки. У нас откроется что-то с крафтом, походу. Но, по-моему, это садовая комната. Кстати, эта комната немного... Одинокую атмосферу создаёт какую-то. Я бы хотел добавить некоторые краски. Для того, чтобы желание было более ярким. Короче, он хочет что-то туда добавить ещё. Так, стоп, неужели ты хочешь тут? Стоп. Ты хочешь что-то сделать тут, чтобы было более ярко? Дальше, ты хочешь, чтобы было более ярко. Но, в итоге, кто-то завтра. Субтитры делал DimaTorzok Так, мне почему-то кажется, что кто-то мне сказал, что если я хочу противостоять катастрофе, разрушению, гибели, то должен сделать сильнее желание. Так, если я не поспешу сейчас, то действительно опоздаю в школу. Пора в школу. Так, кстати, а тут мы левел качаем не только за фарму в данже, но просто за какие-то действия в реальном мире. Так, социал линги тут можно посмотреть. О, да, тут, конечно, тоже всякие плюшки, кристаллы для прокачки для гаечи. Ребят, 10 уровней, как вы видите, тут куча всяких наград. Так, тут всякую информацию можно посмотреть. А, нет, слушайте. А вот это стори. Это как раз-таки суши ленты. А нет, их 5. Уровень там написано 10. Может, потом просто появится. Ну, там снизу, как вы видите, несколько персонажей уже палятся. С тем мы будем качать отношения. Итак, мы открыли гардероб. Ура! И да, зацените. Короче, можно тут одеть какой-то комплект одежды. Ой, блин, случайно не понажал. Не дают. Короче, можно одеть или полностью какой-то комплект, или совместить там какие-то штаны, какую-то рубашку, какие-то там кроссовки. Короче, полная кастомизация. А вот это я бы хотел увидеть и в шестой персоне. И желательно, чтобы своих напарников тоже можно было переодеть. Что-то на китайском тут написано. Ага, это, походу... Да, блин, стой! Так. Серое сообщение, что-то про то, что мы прибыли в аэропорт. Мы с отцом не путешествовали вдвоем, действительно, очень давно. А, это мама, если что. С нетерпением жди то, что мы будем тебе писать. Так, мы оставили тебе кое-какие деньги на проживание. Смотри, не трать их по пусту. На всякую дичь, понятно. Если возникнут какие-то проблемы, можешь обратиться к нашим соседям. Они помогут. И не забывай запереть дверь. Ну, ребят, это сообщение на самом деле важное. Мы понимаем одно. У ГГ есть родители. Причем нормальные. Они сейчас ушли с отцом куда-то путешествовать. И, походу, мама, как минимум, будет нам писать еще. Потому что она написала, что жди наших записок. Ну, то есть сообщений. Так что, возможно, нам мама когда-нибудь отправить свои фотки с отцом с пляжа. И мы сможем увидеть, как они выглядят. Ну, это что-то новое, прямо. О! Ну, ребят, мы ее в гачи получали недавно. Ой, неужели? Валера! И она, походу, наша соседка, что ли? Ладно. Так. Да. Простите, а вы кто? Ой. Ты сейчас говоришь прямо как взрослый. Я тебя не видела какое-то время. Но ты, спижут, сейчас стал таким красавчиком. Ты что, забыл меня? Я Томи-Ау-Кайо. Мы ведь раньше встречались... Разве в прошлом... Ты что, забыл, как мы... Как-то встречались за ужином каким-то обедом? не помню соседи я уж дети в наше время так быстро растут настолько что мама даже не замечает иногда да кстати твои родители вроде уехали за границу верно да мне сообщили так что если тебе кто-то понадобится или что-то случится можешь всегда прийти к ба своей старшей сестренке о боже чтобы ты называл меня сест старшей сестренке у это прекрати ты противный господи как она ломается ой прости ты идешь в школу сейчас да это форма твоя академия ребят почему она так говорит я думаю станет понятно когда я скажу одно слово она была яру когда-то ну вы поняли так да я иду в школу или же то ли мы действительно очень хорошо знакомы то ли это можно перевести еще как вы очень хорошо меня знаете ну конечно это же стиль ночной сафари не так ли особенно вот этот воротник и карманы конце концов я самого детства занималась дизайном форм эти тут вспомнила когда кукацу понимаю ладно этот человек пока что неизвестно ходил в школу у него были одни тренировки и рано утром я делала бенту и болела за него скорее все это какой-то ее или муж или лучший парень ты отсюда отправишься на шибу и верно а потом там сядешь на шинкансен верно или скоростной поезд который я думаю все знают что такое шинкансен очень не забыла нужно пойти домой и приготовить завтрак ладно увидимся а ну вот и зир подправил меня ей 44 а не 40 ну я говорил за 40 да ой я опаздываю школа ребят у нас была каваками которая была самая старшая сколько там и было уже не помню походу персона x решила в этот раз такие типа а мы можем по еще постарше нашему гг сколько там 16 12 а это она что тут почему она в таком начало это сила персона то что он сделал было где новое единое для нас сделано все там нести са си агития хоть я попробовал и все удалось и надо попробовать и все удастся и это было что-то непонятное это только что что было ось кола скоро прибудет держитесь за желтую линию ну что нас прямо балует большим количеством анимешных роликов пусть осторожные насчет зазоров между платформой и самим поезда я думаю эти поезда не обязательно переводить но ничего интересного не говоря для нас опа а к 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 Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Должно быть это тот человек. Он всегда носит очень официальную форму, костюм. Да, я не ожидала встретить его с утра пораньше. А, это они про него. Да, я не могу. Ой, хорошо создавать неприятности и мешать человеку. Иначе у него будет лишь одна головная боль от всяких одноклассников и студентов. Да, действительно. А то он может еще подумать, что я стала фантомным вором. Фантомом просто. Ой, прошу прощения. Так, ребят, походу новая напарница. Будущая. Ну и слишком она выделяется. Как и тот чувак. Так, все в порядке? Да не, я не против. Как бы ты вырезалась во мне, что ли? Ой, все, ребят. Плюс один сущий лент. Дверь скоро закроется. А где хозяйка этого? Так, это ежемесячный проездной. Без нее у нее будут проблемы. Может, она пошла в сторону турникетов? Э, что? Что? Усо. Девушки отдыхают. Что это? Мой проездной. Где он? Эй. Что за задержка, а? Иди уже. Так ты идешь или нет? Прошу прощения. Что же делать? Что же оно делось? Грэдди, что делаешь? Помогаешь? Вот. Это ты уронила? Ради ты помог мне? Ой. Это же мой проездной. Большое спасибо. Это очень важный стрелок, и если бы я потерялся, то... Тут еще очень драгоценный, этот, как его, брелочек. Я действительно не знаю, что бы я делал, если бы я потерял его. И да, насчет того, что было ранее. Прости, что я так взволновалась и не поблагодарила, как следует. Слушайте, она миленькая. Помил получше. Ой, да все в порядке. Да это действительно опасно. Это школьная форма. Неужели ты из той же школы? Я имею в виду. Да, нет. Я так и знала. Мне просто показалось, что я где-то видела тебя по коридорам второго курса. Ну что ж. Значит, мы учимся в одной школе. Ой, опаздываю. Сегодня я отвечаю за то, чтобы... Делать, короче, ежедневные ритуалы, которые нужно делать в школе. Она, типа, дежурная. Извини, мне нужно идти первой вперед. Большое спасибо за все. Интересная девочка. Хорошо, что мне удалось вернуть все ей. Однако... Если бы я был бы сейчас таким же, как когда-то раньше, во всех событиях, возможно, я бы ей даже не помог. Так... Так... Нормально погулять, не осмотреться. Ну, ребят, реально, мы дома. Вернулись в 2006 год. Когда мы там проходили персону впервые. Ну, да... Тут довольно просторненько, кстати. Так, надо проверить одно место, которое попросил Солар. Да ведь тут Солар? Сейчас пойдем проверять. Я хотел, типа, тут еще проверить столовую, интересно, они ее тут сделали, потом вспомнил, это другая школа, просто в бета-версии пятой персоны, если потыкать у нее, там есть локации, которые в релиз-версии почему-то не попали. О, отлично. Можно сходить. А в женский не пускают, само собой. О, прикольно. G-Flame поздравляю. Бывает. О, это продолжение. Г-Flame поздравляю. Да ладно, итак, давайте начнем урок математики. Математики. Но что важнее, почему все такие сонные? Хорошо, давайте тогда сначала разогреем мозги, а это значит... Так, студент Валера. Пожалуйста, ответь. Ой, начинается, ребят. Думаю, тебе известно, что иногда всякую шпану панков называют Гурелла. От какого слова это происходит? И слово Гурелла в данном случае означает, типа, сойти с правильного пути, нехорошим человеком, стать гопником. Ну, и, собственно, у нас выбор. Собака, птица или моллюск. Правильно, моллюск. Вы молодцы, ребят. Отвечка. Да, это правильный ответ. Используется ассоциация с моллюсками, поскольку они окружены очень твердой ракушкой. Люди, которые становятся гопниками или сходят с правильного пути, они бывают довольно твердолопыми. Твердыми, как ракушки. Ладно, тут без текста сложно. Нормального. То есть, другими словами, придется извратиться для того, чтобы отсоединить их друг от друга. Ну, как и некоторые мальчики, которые любят идти по плохому пути. Да? Да? Да. 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 Вот это совершенно никому не интересно. Например, вот то, что сейчас происходит в обществе. И эти фантомы. Очевидно, что за всем этим стоит человек, который не очень хорошо умеет общаться с другими людьми. Трисоваться в обществе. Наверное. Да. Да. Убирать. Убирать. вероятность того, что они могут измениться из-за какой-то причины. И этот человек может быть довольно агрессивным. Так, ладно. Чего я вообще тут говорю? Все откройте учебники. Давайте продолжим с того места, на котором мы остановились в прошлый раз. Ладно, погнали жрать. Почему после обеда тоже занятие? Это тоже вина фантомов? Да, вчера я действительно была очень удивлена. Какая холодная реакция. Наверное, люди, которые были замешаны в этом, ведут себя так же. Тот парень, который на велосипеде. Зашел в поезд. Позже пришел уже сотрудник станции. Но его уже там не было. Те, кто пострадали из-за него, не хотели продолжать это дело. Превращать во что-то более большое. Они говорили, что типа они сами виноваты. Так что этот парень на велосипеде тоже будет признан фантомом. Пантом. Магатскамина Магатсуусин не понимаешь? Бог гибели. Бог бедствий. Разве ты не слушал про это? бог бедствий бог гибели это видео сайт там очень много кадров где были замечены люди что создают проблемы другим на улице ну и человек который занимается этим сайтом его зовут как раз таки гацуши бог бедствий тому собой скорее всего это не его настоящее имя однако если его действительно признают официальная фантомом ответственность за все происходящее то он действительно может стать богом бедствий ой на самом деле не так много об этом знаю просто пытаясь убить время я чуть-чуть покопалась похоже что из-за этих роликов очень много шумихи поднялась ну поскольку эти преследования и по непреднамеренные и нет доказательств каких-то полиция ничего не может с этим поделать я думаю ты сам и думаешь что-то предпринять верно но как бы то ни было бог бедствий действительно очень популярный я слышала что за этим сайтом следят больше людей чем за знаменитостями второго или третьего эшелона ой ладно что на меня нашло что я несу алар ты не один короче валера у меня тут есть вопрос к тебе как ты оказался в шибуи ты просто какой-то какой-то момент взял и исчез из поезда мотоха я как бы собираюсь пойти пообедать если что ее зовут мотоха рай но смысле девочку с которым мы сейчас только что разговаривали а сегодня утром а значит ты с ним в одном классе только еще раз большое спасибо за то что вернул мне призной меня зовут ногой томоко из класс 1 а еще мы с мотоха лучшие подруги так что полагаясь на тебя приятно познакомиться так ну меня зовут валера что валера вы с помогли знакомы это реки дейлойда доски тема ратчат и этим утром он мне помог на станции топ неужели помешала какому-то важному вашему разговорам да не 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 особо тогда как насчет того что пойти им поведать вместе мы же договорились ранее если не поторопимся ну может ему успеть отдел ой уже столько времени да идти туда наверное сейчас будет довольно не очень хорошей и это многолюдно плана валера прости если я сказал тебе что-то странное в нашем разговоре ранее пойдем томоку а у нее тоже есть это приложение для входа в другой мир это приложение у нее на телефоне то же самое так ребят о мокая походу на нас запала поднимись на крышу серьезно ладно так кажется руферу ждет мне на крыше ну это довольно оригинальный способ сегодня мы уже несколько раз встречаемся то муха пошла короче за булочками которые она хотела купить но к сожалению все были распроданы так что в итоге мы так и не пойдем вместе обедать но я лично взяла бенту это мне всегда напоминает и времена когда мы еще были спортивном клубе а значит это же портом увлекаешься прошлом ну да мы с мотохой раньше играли вместе в бейсбол но по кое каким причинам я отказалась от всего этого и бросила ну потом какое то время мотуха была очень занята но в последнее время вижу она стала как-то более расслабленной и яркой что говорит о том что она уже не так сильно занятая это большое облегчение может быть это потому что ты с ней рядом и это как-то с тобой связано так ребят считаю какие вопросы она задает и она прямо интересуется у нас нет никаких отношений с ней свободен ли я так ничего подобного или же это благодаря тому что мы пуденты это похоже скромный тип людей да учитывая как сильно ты помог мне сегодня думаю тебе стоит быть более уверен ой прости я не знаю на меня нашло и я начал такой разговор кстати тоже сейчас идешь обедать а где-то обычно кстати ешь да неплохо так разговорчики так на крыше или второе я сегодня пойду есть на крышу ну чтобы добраться до крыши нужно просто подняться он там по лестнице москва стеки не кодок не кроме у нас и митой тайп только валера неужели ты из тех кто любит в одиночку есть чтобы никто не отвлекал кстати в нашем классе есть похожий человек ну ладно я пойду обратно к мотоке пока нам на крышу и зер действия происходит в японии так что будет 100 процентов будет какой-нибудь ивент на 14 февраля а это поход тот парень ну как и было обещано я отвечу на твои вопросы как ты вчера увидел насчет мементоса и теней это очень сложный разговор будет очень сложный на сложную тему ты готов понамек что это надолго я немного устал но ладно давай так ну прежде всего тот мир в который мы тогда попали называется мементос как я уже кратко упоминал раньше это пространство появилось в результате коллективного подсознания людей если рассмотреть его с точки зрения реального мира это нечто что находится внутри данный мир реальный находится снаружи и они существуют параллельно в том числе в том числе на руками весь сюжет ты можешь также воспринимать этот мир эту сторону как мир разнообразного человеческого сознания то есть по сути там смешивается сознание многих людей окей мы это знаем коллективное безсознание это мир сознания значит это мир связан с восприятием людей думаю таким образом будет легче понять и тот мир излучает очень темную зловещую ауру и не имеет цвета в том числе такая картина может означать только то что в настоящий момент люди даже не могут воспринимать какую-либо надежду в реальном мире понимаешь почему это или я уже есть мысли почему это так что у них украли желание или потому что у них есть желание что наверно уже достаточно вижу понял умен ну чтож я продолжу в этом мире существует два типа так называемых теней во первых это враги которые нападают на нас сзади наших спин они не люди они по сути чужеродные монстры которые были призваны там так ну это слово можно перевести тремя способами которые были призваны туда желаниями учитывая контекст скорее всего это так большим аппетитом ну то есть что-то сожрать пожрать и так далее а так же у этого есть другой перевод и третий перевод означает страсть или похоть что скорее всего первые учитывая контекст но там все зависит от того как его написали а другие это тени которые нет а другие тени это теневая сторона реального мира а точнее тень человека символ его темной стороны по сути воплощение бытия желание раскрывается в человеческом разуме другими словами это еще одно я еще одно я чтоб неужели то что у меня да вижу ты уже все понял в конце концов ты уже приобрел нет в конце концов ты уже пробудил свою тень в виде персоны однако не каждый имеет способности так контролировать свое сознание или свое другое я если по какой-то причине желание человека искажено то тень может выйти из-под контроля даже в реальном мире ты можешь причинить другому человеку такую боль что его полностью это может извратить уничтожить то есть делая выводы ну или если попытаться сделать выводы тени это другая сторона человека из реального мира кого-то из них если он выйдет из-под контроля то это повлияет на него и в реальном мире после чего после чего этого человека можно использовать или те кто находится в другом мире могут использовать его и через него влиять на реальный мир как-то так то есть по сути то что мы видели ранее ну того мужика который странно себя вел это по сути как раз таки была демонстрация того что нам за так это что шутка такая это трудно поверить я понимаю что трудно поверить во все это вот так быстро но ведь ты сам видел раньше видел другой мир тени или то что происходит с людьми которые теряют свои желания хуже всего если человеческая тень выйдет из под контроля другие тени которые потеряли свои желания также могут быть подвержены его воздействие хоть это и косвенное воздействие но все же он сможет повлиять на другие тени это приведет к тому что это повлияет на желание в реальном мире и они будут эксплуатироваться снова и снова я конечно не знаю прямо всего именно поэтому мы должны вместе побольше узнать про другой мир я тебя еда на кого карава сего тунах на синий взрослый сколько конец это не пойму но хоть я и спешу но сейчас нужно пенить тему на кое-какую работу Какое-то дело Так Какая-то работа, дело Да Я очень хорошо пронаблюдал за твоими способностями Я хочу, чтобы ты присоединился ко мне В качестве Вора То ли фантомного вора, скорее Блаундер вообще-то это китайский тут написан Озвучка только на японском А по озвучке только переводить это довольно сложно Потекстуем полегче А если есть и то и другое, еще лучше Так, думаю, ты уже заметил А я китайский не знаю, если что Слово совсем Дайте украсть То, что тебя могли украсть Могут еще украсть Ты понимаешь, что это такое И поэтому ты должен действительно В полной мере воспользоваться силой своей персоной Не дать никому ничего украсть у тебя Но даже если ты так говоришь Ну, я понимаю, что это все как-то Незапно для тебя Поэтому твоя реакция Вполне естественно Ладно, пока что закончим здесь Позже, когда встретим какую-нибудь цель Я объясню тебе больше Я буду ждать тебя В Шибуе После занятий Имея в виду, что цель фантомных воров Украсть то, что было Украдено У людей Монстрами Я буду тебе помогать И Брукировать Увидимся Пойжин Окей, мы присоединились Так Я никогда не говорю Не давал своего согласия Что сделай это Так, не говори так Будто я уже согласился Что за? Да я что-то встал так внезапно Я просто хотел красиво сейчас взять и уйти Короче, поговорим потом Че Эх, Соло Мементос Тени Вернуть украденные Антомные воры Кстати, а мы так и не пожрали В любом случае Я еще не обедал Но, к сожалению Обеденный перерыв Пошли Почти подошел к концу Надо Поспешить в столовую Мда А ведь могла быть Минус-мобилка Ой, прости, Валера Я просто Так шла, что Даже ничего не заметила Ну Ты тут, конечно Ни при чем Никак не виноват Мне очень жаль Ты что-нибудь сказала? А, верно Вот Возьми Ты уронил На руками не озвученный текст Я преобразую В японский Китайский В японский Это мне помогает Лучше понять Но все равно криво Ну и через словарик Который вот у меня рядом Открыт О Да Новый персонаж Пожалуйста Не бегай так По коридорам И не делай Что-то подобное Рико-сенпай Рико-сенпай Смахо-сенпай 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 Рико-сенпай Ну Просто он Чуть не уронил Свой телефон Поэтому мне пришлось Так прыгнуть Претендуешь на кто? Ты вроде все еще Претендуешь На звание Лучшей девятки О, это было Очень много лет назад Ты А ты О, спасибо Заранее Мы где-то Встречались? Встречались 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 Претендуем Где-то Ранее В коридоре Когда все были Стревожены Ты что-то Подслушал Однако Посоряни С тем Каким ты Казался Тогда Какой Изент Слышь Изент Ничего Нет Это Вылишь Не совсем Так Тогда И может быть Это мне Просто Меречься Это Ладно, про начнется пятый урок. Вы двое не опоздаете. Ну, ребят. Да, Салар, там были три реплики. Подобные. Она подошла и разогнала нас. Я там вместо того, чтобы открыть вот это, и пнулся. Все. Игра даже не подтверждает это, к сожалению. Я уже не такой, какой был раньше. Я чувствую, что теперь я могу быть более инициативным. Кажали, это потому что мои желания больше никто не может украть. Что с тобой? Повитаешь в облаках? Так, пятый урок будет в лаборатории, верно? Если мы не пойдем туда, то опоздаем. Ребят, вот, значит, что со мной. У меня тоже, значит, желание кто-то украл. Когда иногда, блин, вроде хочет что-то сделать, но что-то останавливает внутри. Понятно. Надо пойти в Мементос и вернуть его. Пробудить персону. Так, еще там ГГ мысли у него были, что придется отказаться сегодня от обеда, так как нет времени. Кстати, Руферу сказал, что будет ждать меня в шибуе. Вот эта иконка была у Валера в телефоне. Как бы я ни старалась, удалить не получается. Очень странно. Я попыталась спросить у окружающих, но кто ничего не знает. Почему у Валеры есть то же самое, что у меня? Вчера он взял и просто исчез в поезде. Что черт возьми с ним происходит? Томоко? Как насчет занятий в клубе у тебя на сегодня? Ну, там нужно провести. Какой-то ремонт, так что, увы, все отменилось. Кстати, да, Ника мы вдвоем не возвращались домой. Пошли. Ты? Пятки, ты пришел? Я ждал тебя. Вижу твои сумки тут пусто, поэтому тут довольно неплохо. Неудобно находиться. Кроме того, так можно будет делать вид, что ничего не происходит. Короче, так я буду незаметно. А то, если я буду слишком активен и буду выделяться, цель может насторожиться. Цель. Я буду объяснять тебе потихоньку. Смотри вперед. Или, посмотри, он туда. Он цель. Киучи Такиуки. Он вроде является каким-то обычным сотрудником в обычной компании в Токио. Что он делает? Это он специально так всех толкает? Он один из тех, которых мы называем... Какое-то перевод. Да. Буйственным пусть будет. Он умышленно... Толкает женщин. В частности, он нацелен на тех, которые... Не очень агрессивные. Он умышленно... Толкает женщин. Он умышленно... И все он делает для того, чтобы удовлетворить свое некое определенное желание. Он человек с плохим характером. Коварный какой-то парень. Это действительно очень хорошо. Да, действительно. Несмотря на то, что он все это творит в реальном мире, причина, почему он стал таким, заключается в том, что происходит в другом мире. Ты ведь уже заметил, верно? Причина этому является его тень, верно? Совершенно верно. То есть? Я сам лично пока что не могу точно определить, где находится его тень. Как она выглядит. Но, как минимум, какие-то предположения есть уже. На первый взгляд, то, как он себя ведет, может показаться, что является нечто очень серьезное. Но именно из-за того, что его действие не является противозаконным, а очень серьезным, полиция и другие особо ничего не предпринимают. Он просто говорит, что, типа, ой, я не специально... И решается проблема. Жертва из тех, кто не особо спорит и просто говорят, ну ладно, ничего не поделаешь. Однако он будет все-таки продолжать. А они, поскольку очень мотивирован, не имеют желания, не будут сопротивляться. А точнее будет сказать, что он и Кучи крадет их желания таким образом. Тогда давай остановим его. Это будет бесполезно. давай его остановим прямо здесь сейчас имеется ввиду типа в реальном мире это будет бесполезно поскольку именно его тень вышла из контроля в другом мире этот парень в реальном мире он не перестанет это делать и даже не будет слушать других до тех пор пока вы его сознание он думает что допустимо вот так врезаться в людях он не изменится в таком случае нет иного выбора кроме как исправить его восприятие сознание если ты попытаешься его остановить он может разозлиться это может его спровоцировать он может начинать тебя бить или других ну а самое страшное что может случиться он может начать кого-то преднамеренно следить преследовать потом что-то плохое сделать это совенок довольно тяжелый увидев человека в котором пробудилась вот это то есть про нашего героя он ведет себя по-другому но как бы то ни было этот парень нас заметил теперь будет за нами наблюдать давай валите отсюда эй вы в порядке ребенок слишком поздно они нормально мне кажется что-то видел так будто у тебя были какие-то галлюцинации что все еще устал случае давай убираться отсюда а то этот парень нас высматривает ну да майни мементус караде декста токина и кима хиро бы такие кстати не хотел бы пойти на площадь это мемент с это мы вышли из мементус валира а что он тут делает Что-то с этим мужчиной... Тот человек... мне нужно было оплатить мой обновить свой проездной нет проблем он тогда погнали торговый центр ладно все я устал и очень сложно сконцентрироваться так что тут остановимся и вот такая вот персона ну как вам что скажете в общем ну мы не сильно понравилось то что я увидел и буду ждать глобалку и уже займусь ее когда она выйдет как я уже сказал если вам интересно я бы с удовольствием ее прошел вместе с вами когда она выйдет потому что ну блин реально чувствуется как большая игра только к сожалению такая чинок пройтись уже можно прямо выглядит все отлично геймплей мы не видели еще достаточно много потому что вот сейчас как раз будет эпизод в этом момента 7 так что ничего не обещаю но может быть как-нибудь еще включимся и потыкаем еще чуть-чуть если будет возможность потому что до переводить по озвучке и пытаться через словарик находить китайские иороглифы это очень сложно в прямом эфире делать я вот пытался ну поначалу мы шли нормально первые два часа сейчас все-таки до устаешь вот если и стриме то не очень много ну попробуйте ради интересно сами такое сделать увидите как это ну solar а мы куда спешим параллельно скис эти будем проходить ну или можно поступить как с миром подождать когда игру закроют и пройти за пару месяцев недель все ну в общем китайской версии еще буду чуть-чуть тыкать так что она еще парочку стримов наверное устрою знаю вам интересно или нет стоит ли или нет напишите потому что я бы хотел хотя бы всю первую арку потыкли на самом деле она вроде тут уже вся доступна первое там дойти до босса и так далее ну в общем увидимся на других играх точно а насчет персоны ничего не обещаю надеюсь в целом вы смогли хоть какое-то представление сделать об игре видеть она себя представляет на данный момент и ждем глобал версию который скорее всего скоро будет так ждем глобал версию